Привет! Меня зовут Марина Игре. Я кандидат психологических наук и доцентом ГПУ. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как цифра в сети технологий, мобильный интернет, интернет в целом, сеть влияют на нас с вами и на нашу с вами жизнь. У нас очень активный такой будет этот час лекционный, потому что мы начнем со статистики, с чего же еще начинать, как не с цифр, и закончим тем, как видеоигры меняют наше мышление и почему это происходит. Ну, как я и обещала, начинаем со статистики. Вы видите сейчас на слайде огромные большие цифры того, как сильно распространены сети и интернет в мире. Да, то есть вы можете посмотреть, что 53% населения Земли на октябрь 2020 года зарегистрировано в социальных сетях. Ну, то есть из 7,8 миллиардов человек, половина из них сидят в социальных сетях так же, как и мы. Да, по России есть данные только на январь 2020 года, а значит, мы не можем пока посмотреть, как пандемия повлияла на то, насколько много мы стали зависать в сети до этого момента. Тем не менее, вы видите очень интересный слайд, то, что почти каждый человек имеет по две симки. Да, то есть 146% населения России имеет доступ к мобильному интернету, и 81% всего населения России имеет доступ к интернету широкополосному и, как можно сказать, обычному компьютерному. На самом деле это важно, потому что вообще Россия, можно сказать, достаточно хорошо цифровизована в этом отношении. Недалеко не все регионы могут этим похвастаться, хуже всего дело обстоит в Центральной и Южной Азии. Там совсем все плохо с интернетом, там цифровизовано только 56%. Для того, чтобы вам было интереснее смотреть на цифры, вот цифры, которые будут ближе к нашей с вами реальности, к нашей с вами обычной жизни. В среднем, да, среднестатистический пользователь интернета в России проведет там 100 дней за год, да, то есть из 365 у нас останется 100, у нас останется 265, к сожалению. Да, 100 мы с вами проведем в сети, потому что за день, опять-таки, среднестатистический пользователь интернета в России проводит 7 часов и 7 минут, то есть почти полный рабочий день, даже если они не заняты в работе, связанной с сетями, связанной с интернетом и так далее. Мы не рекордсмены в этом, рекордсмены это филиппины, они проводят в день 9 часов и 45 минут, а самое низкое, например, число у японцев, они проводят в интернете 4 часа в день всего лишь, да, что можно сказать, всего лишь. Что еще может быть интересным, так это то, что мы тратим в целом за год столько же времени, сколько еще не прожило целое человечество, то есть почти миллион лет, весь мир. Да, и это цифры большие, это цифры глобальные, это цифры интересные, и они касаются нас с вами напрямую. Было бы глупо полагать, что все это просто прошло бы мимо нас и никак бы с нами не взаимодействовало. Да, поэтому предлагаю перейти к тому, что думают ученые о том, как вообще поменялся человек, поменялся ли он или почему он меняется. Да, соответственно, я вам представлю несколько теорий, которые наиболее популярны сейчас среди социальных психологов, социологов, экономистов в том числе, да, потому что все наше поведение, естественно, влияет и на экономическое поведение. И мы с вами обсудим также такие интересные вещи, как цифровой аудизм, цифровое слабоумие, вообще существует ли оно на самом деле или нет. Соответственно, первая же теория у нас с вами, это такая нашумевшая теория, это теория поколений, разработанная Нейлом Хоупом и Вильямом Штеусом в 94-м году. И на самом деле там почему интересно, потому что они историки, они отдаленные отношения имеют непосредственно к социологии, социальной психологии, их социуму, они изучают историю. И вот двое этих ученых, проанализировав последние два столетия американской истории, выделили пять поколений, которые циклом друг друга сменяют. Они все друг на дружку похожи, да, ну и рождаются друг за дружкой, потому что пытаются как-то исправить то, что натворили поколения до них. Что здесь интересно? То, что самым главным с точки зрения Нейла Хоуа и Вильяма Штеуса являются две такие краеугольные вещи. Это кризис и подъем. Во времена кризисов рождаются одни люди, во времена подъемов другие люди, да, как в той штехе из интернета. И если мы с вами посмотрим, то мое поколение, поколение Миллениум, это поколение Иверик, да, это родившееся с 1983 по 2003 года. Если говорить про американскую, про российскую, это 1800-1980-2000 года, то мы с вами увидим, что мы родились, да, тогда, когда ценности индивидуализма, они начинают просто лучше, они становятся самыми яркими, они становятся краеугольным камнем, да, и это люди, как все отмечают, чрезвычайно креативные, они всегда создают новое, потому что они вышли из времен, когда это было время подъема. Следующее за нами поколение, да, то есть поколение Z, Homelander, правильнее будет его называть, родившиеся уже после 2000 года, а по версии Pew Research Center, родившиеся, начавшие рождаться в 1997 году, они, соответственно, уже надлежат художникам, да, это тогда, когда подъем уже прошел, и начинается спад, то есть мы идем медленно, но верно к кризису, и они акцентируются на том, что нужно сплачиваться, да, на том, что важнее всего гражданская солидарность, они привыкают к тому, что институты власти сильные, и они иногда в большей части своей стремятся к эскапизму. Поколению Z соответствует поколение, так называемое молчащее поколение, да, это поколение, родившееся в 1920-м по 1940-е годы, и в России во всем мире это было не лучшее время, и, соответственно, люди тогда убегали куда? Они убегали в искусство, да, это кинематограф, это литература, сейчас самое прекрасное место, куда можно убежать, это виртуальная реальность. И какой бы интересной ни была эта теория, есть люди, их много, ученых, которые говорят о ее лакунах, о том, что не все может охватить теория поколений, потому что она теоретизирована, то есть нет никаких эмпирических данных, которые могут подтвердить тот или иной ее постулат. Да, соответственно, мы с вами можем всегда сказать, что там вот по данным этого исследователя, этого исследователя, здесь, к сожалению, такой возможности нет. Следующее, да, что иногда синие занавески, это просто синие занавески, потому что некоторые вещи, которые переписываются поколению Z, да, по результатам исследования высшей школы экономики, вообще соотносятся с подростками, и в целом это как бы, ну, это такое время, это нормально. Соответственно, третье, где очень-очень важно, где есть большая проблема у всей теории поколений, да, это то, что ее нужно адаптировать, то есть американская теория поколений не подходит для России, не подходит для Азии, не подходит ни для кого, кроме как для Америки. Это очень большая проблема, потому что Нейл Хоуф и Вильям Штраус акцентируются только на тех макросоциальных и микросоциальных изменениях, которые проходят в обществе. Во всех обществах они, естественно, разные. Следующая теория, про которую мы с вами будем говорить, это теория Net Generation. Вообще, если так посмотреть, это, наверное, самая оптимистичная теория про сетевые поколения. Ее создатель Дон Тепскотт, большой ученый, экономист, по большей части у него очень много образований, в том числе и в рамках психологии. И он в 93-м году заметил, что его дети 7-10 лет серфят в интернете лучше, чем он. То есть интернет тех времен это было то еще достаточно странненькое место, не похожее на наше. И тем не менее, они очень быстро там разобрались. Чем он человек-профессор до Гарвардского университета, большой видный ученый уже даже на тот момент. И он решает спросить у других своих коллег, так ли это? Может быть, только его дети такие особенные или все? Оказывается, нет. Другие дети такие же. И Дон Тепскотт начинает изучать все, что связано с Net Generation, как он их назвал, то есть сетевым поколением. И, соответственно, он даже создает форум, создает сайт, где люди общаются, делятся своими примерами, какими-то заметками о тех или иных людях, которые им встречаются, и то, как они работают с интернетом. И, соответственно, приходит к тому, что, да, Net Generation, они такие чудесные ребята, которые способны изменить мир. Почему, собственно, Net Generation способны изменить мир, по мнению Дона Тепскотта? Так это потому, что они в первую очередь креативные. Они мыслят творчески, они не так хорошо разбираются в технике, как в том, что они творчески интересные люди. Собственно, мы с вами можем говорить еще о том, что Net Generation очень важно чувство такта, очень важно общение и коммуникации. Но большинство коммуникаций они, естественно, проводят в сети. Ну, а где же еще? Да, они все-таки сетевое поколение. И при этом у них важна гражданская солидарность. Из-за того, что сеть дала возможность, соответственно, всем сплотиться, да, общаться каждому с каждым, они чувствуют свою ответственность с одной стороны и за общество в целом. Важно отметить, что Дон Тепскотт не только сказал про то, какое сетевое поколение чудесное, хорошее вообще, но и отметил разницу между теми людьми молодыми, у которых есть доступ в сеть, и теми, у которых этого доступа нет. И он говорит, что на примере разницы того, как мыслят эти люди, как они ведут себя, да, какие ценности у них есть, можно очень хорошо проследить тот самый феномен цифрового неравенства. Следующее, что мы с вами будем обсуждать, это Digital Natives. Тоже достаточно известная теория о цифровых мигрантах и цифровых аборигенах. Создал ее еще филолог, да, Майкл Прэнски, который очень интересно, подублюдав за своими студентами, выяснил, что его студенты учатся иначе, чем учился он. Он начинает тоже, как и любой исследователь, естественно, раскапывать эту тему, смотреть, и приходит к выводу, что люди, родившиеся уже после 90-х годов, по-другому ищут информацию, по-другому ее обрабатывают. Он назвал их цифровыми аборигенами, да, то есть они родились тогда, когда цифровые технологии либо развивались постепенно с людьми, либо когда они уже появились, то есть если мы будем говорить, это уже, соответственно, где-то там 2000-е годы и дальше. Почему это важно? Потому что раньше, собственно, цифровые мигранты, люди жили в текстологическом мире, в мире, основанном на текстах. То сейчас люди живут в мире изменчивом и основанном, по большей части, на визуальной информации. Да, картинки воспринимать всегда быстрее и проще, чем воспринимать текст. Но главное, что дает, собственно, Прэнски в своей работе, так это поднимает проблему того, что вся система образования должна быть перестроена под цифровых аборигенов. Они воспринимают мир иначе, они думают иначе, а значит, и учить их тоже нужно по-другому. Теперь мы с вами поговорили о многих таких активных теориях, знаменитых теориях, которые говорят про то, что, в принципе, не все так плохо, технологии это круто, они нас меняют, они меняют жизнь. Есть люди, которые так не считают, естественно. Да, это большие ученые, это большие публицисты, в том числе, например, Марк Баурлейн, да, он заявил в своей статье, что делает для Google у нас тупее, про то, что самое тупое поколение, да, что, собственно, поколение Net Generation, которого назвал Дон Тепска, креативными и умными, на самом деле имеет самые низкие когнитивные способности из тех поколений, которые существовали, собственно, до этого, да, то есть начиная с 1900-х годов до 2000-х. Почему это важно? Потому что он оговорился, что да, они креативные, да, но, тем не менее, их когнитивные способности становятся хуже из-за того, что в сети слишком много информации, им не нужно добывать ее самим. Они просто берут то, что им дают, и их это устраивает. Собственно, Николас Карр, это публицист, журналист, он вторит марку Баурлейну и говорит о том, что если раньше он мог чувствовать себя дайвером, да, в интернете, то есть не лезть куда-то глубоко, смотрит, то теперь он чувствует себя серфингистом. Он скользит где-то на поверхности, не забираясь далеко. Здесь то же самое, и он говорит, важно понимать, что слишком много информации в сети дало возможность ее игнорировать, да, ты выбираешь только то, что тебе хочется, то, что тебе нравится, а все остальное можно просто не смотреть, и от этого хуже не станет. Он говорит о том, что станет, и он задается вопросом, а что будет дальше. И, собственно, два больших и интересных понятия, которые часто связывают друг с другом, это цифровой аутизм и цифровое слабоумие, да, то есть цифровой аутизм, когда мы говорим о потере социальных навыков из-за погруженности в сеть, а также цифровое слабоумие, это снижение когнитивных способностей человека в связи с тем, что он слишком много времени проводит в сети. На самом деле пока таких исследований нет, которые говорят, что именно когнитивные способности человека падают, но мы можем заметить, что есть при некотором поведении действительно есть тенденция на то, что человек теряет некоторые возможности памяти, он хуже начинает запоминать, хуже начинает анализировать. Если мы говорим, например, о цифровом аутизме, то мы, скорее всего, имеем в виду интернет-аддикцию, то есть это заболевание, так же, как наравне с геймерской аддикцией, внесенная в МКБ-11, которая является психиатрическим, которую необходимо лечить. То есть здесь сеть не сколько является прародителем этого, сколько вещь, которая стала инструментом для активизации этих феноменов. Следующее важное, о чем мы с вами поговорим, это будет сеть и ее контекст. Почему это важно? На самом деле мы все живем в определенном контексте, социальном, бытовом, когнитивном, в том числе, почему бы и да. Но важнее всего это социокультурный контекст, та культура и то взаимодействие с людьми, в котором мы находимся. И сеть породила свой собственный контекст, который очень плавно встроился в контекст реальности. Мы используем мемы, например, не только как средство передачи эмоций в сообщениях, но и даже в обычной жизни. Мы обсуждаем шутки из интернета, новости из интернета, и там же их постим. Но начнем немножко издалека. Начнем с дизайна. Почему дизайн важен? Потому что информации, как мы уже говорили, стало так много, что обрабатывать ее мозгу уже тяжело. Но мозг всегда был достаточно ленивым, поэтому придумывал многочисленные стереотипы, искажения и способы сбежать как-то от тяжелой работы. Но тем не менее сейчас мы сталкиваемся с таким количеством визуальной информации, что воспринимать ее становится фактически почти невозможно. Поэтому, естественно, люди, которым тоже хочется есть, и хочется смотреть и продавать свои товары, они начинают адаптировать и изменять весь дизайн, то есть то, что касается и каких-то вещей реальных, и каких-то вещей, находящихся в интернете, под удобный формат, под то, чтобы было смотреть удобно, а главное, удобно и быстро воспринимать. Быстрота восприятия становится ключевой проблемой. Чем быстрее воспринимет, тем быстрее он перейдет к покупке или, например, поделится тем, что вы выложили. Так, например, родились, собственно, UX-дизайн и UI-дизайн. То есть если мы говорим, то есть это user experience, то есть это пользовательский опыт, и user interface, то есть это интерфейс пользователя. Здесь почему это важно? Потому что эти две сферы дизайна делают так, чтобы весь наш мир цифровой походил друг на дружку. Если вы посмотрите сейчас на слайды, то вы увидите один шаблон лендинга и другой шаблон лендинга. Они мало отличаются по структуре, они мало отличаются по цвету, они мало отличаются по теням, по каким-то выделенным блокам и так далее. Они стандартизируют наше восприятие, позволяя нам быстрее что-то находить на сайте. Мы уже знаем, что если мы кликнем на логотип, то мы попадем на главную страницу. Это правило. Когда-то оно только было фичей, теперь это стало правилом. На самом деле есть много вещей, которые изменил интернет. Важно понимать, что это изменение у нас, да, это символьное изменение. Почему символьное? Потому что нас всех с вами окружают символы, знаки, да, как знаки дорожного движения. То, что мы читаем без каких-либо проблем. Мы видим, что там нарисовано, и понимаем, что это пешеходный переход. Да, это знак стоп, и ведем себя соответственно. Интернет точно так же поразил знаки. Знаки, которые мы уже воспринимаем абсолютно нормально, которые для нас воспринимаются уже почти подсознательно. Самое интересное, когда это вещи из реальности стали переноситься куда-то в сеть. Многим знакома, наверное, вот эта вот прекрасная вещь, называемая дискетой. И эта дискета когда-то была первой, ну, почти флешкой, да, то есть то, чем передавалась информация с компьютера на компьютер. Теперь мы ее знаем как нечто другое, как прекрасную родную кнопочку «Сохранить», которую мы все активно нажимаем, когда пишем какую-нибудь важную работу в Word и не только в Word. Дальше веселее. Мы знаем с вами, что означают эти три точки. Мы подсознательно понимаем, что если мы их нажмем, то выпадет еще дополнительное менюшка. Так же, как и вот эти три полосочки, называемые на дизайнерском сленге «бургером», выпадающие меню на сайте. Особенно, если это лендинг и особенно, если это мобильная выдача. Мы не задумываемся, когда трактуем эти символы. Так же, как и не задумываемся, когда видим эти. Лайк, шей, репост, и я буду благодарна, если вы это сделаете с этим же видео. Но помимо символов, которые рождаются для функциональности, у нас есть символы, которые рождаются для культуры. То, что меняет наше восприятие. То, что заставляет нас общаться друг с другом иначе. Очень знакомые, наверное, многим картинки. Их на самом деле очень много, слишком много. Как было сказано в одной шутейке, если вам за 30, у вас есть мем на любую ситуацию в вашей жизни. Да, соответственно, мемы — это удивительное событие в жизни интернета. Потому что изначально Ричард Окинс, который ввел понятие «мем», он рассчитывал, что мем будет чем-то вроде гена с точки зрения культуры. То есть единицы переносимой информации. И вкладывал туда достаточно широкие вещи, такие как идеи, музыку, какие-то картинки и так далее. Сейчас мы мемы воспринимаем как достаточно что-то легкое, интересное, что можно передать другу, выразить свои эмоции. Но ученые не были бы учеными, если бы они, естественно, не стали это изучать. В 2005, если мне не... в 2009 году, да, двое ученых, немцев, они, соответственно, выдали определение науки меметики. То есть науки о мемах. И на самом деле... Я специально даю здесь английскую цитату для того, чтобы вы понимали, что это действительно существующее понятие. И на самом деле мемы интересны исследователям не только с точки зрения передачи культурологической информации, хотя про меметику до сих пор идет огромный-огромный спор в научном сообществе культурологов и лингвистов. Они считают, что это много лишнее. Да, нет ничего такого, что не могла бы, собственно, объяснить культурная антропология или лингвистика. Но тем не менее ученые, занимающиеся коммуникациями, массовыми коммуникациями, цифровой культурой, они продолжают настаивать, что меметика важна. Потому что мем сейчас — это уже не просто передача какой-то картинки. Это целое социальное явление. Почему же мемы становятся социальным явлением? Потому что у них есть три важные вещи, которые определяют их как определенного носителя информации, созданного специально для коммуникации. Ну, во-первых, они распространяются вирусно. Да, все то же самое знают. Слово «хайп» и завирусился. То самое, когда мем, переходя от человека к человеку, становится социальным феноменом. Когда мы понимаем их уже без каких-то дополнительных вещей. Помимо этого, у нас есть другая интересная вещь про мемы. Они мимикрируют, то есть подстраиваются. Всем знакомо, когда выходит, например, последняя серия «Ведьмака» сериала. И тут же начинается огромное количество каверов, приколов и всего-всего про песню «Ведьмаку соплатите щеканной монетой». Это та самая мимикрия, которая распространяется на другие фандомы, на другие вещи, на какие-то ситуации у людей и так далее. Важнее всего, что люди воспроизводят эти мемы, миксируя их. То есть когда мы с вами не просто даем какой-то мем в качестве своего, мы миксируем несколько мемов, несколько важных ситуаций, представляя их в новом свете. То есть фактически обрабатываем и передаем ему свою личностную окраску. Всем наверняка знакома шутка про то, что сначала и меня вела дорога приключений, но потом народ огня развязал войну, и только Гарри Поттер, хранитель кольца всевластия, сможет спасти этот мир от нашествия зергов. Здесь как раз-таки хороший премем ремикса. Но помимо того, что у нас существуют мемы в качестве культурологического удивительного феномена, у нас появляется новый социальный контекст, у нас появляются новые виды культуры и новые виды взаимодействия. Собственно, мы с вами поговорим только о двух, наиболее ярких, которые очень хорошо видны в нашей жизни. Это цифровой этикет и культурные события. Я буду рассматривать cancel culture. Достаточно такая интересная тема, на которой я хотелось бы с вами поговорить. Но сейчас немножко о том, что представляет собой цифровой этикет. Цифровой этикет интересен тем, что зарождался стихийно. То есть мы привыкли, что есть какие-то правила поведения, которые для всех важны. То есть мы когда входим, мы здороваемся, мы жмем руки, мы улыбаемся, мы прощаемся, мы держим нож в правой руке, вилку в левой и так далее. Но мы с вами стали людьми, которые создали цифровой этикет. Самое главное правило по поводу того, что мы не звоним, мы пишем. Если нам нужно позвонить, мы сначала напишем про то, что можно вам позвонить. Это как раз-таки очень хороший показатель поколения и Y, и Z, потому что иногда проще прочитать, чем с кем-то откоммуницировать лично. Ты можешь не прочитать сообщение или отложить его, а вот на звонок придется отвечать. Поэтому звонки стали определенным вторжением в личное поле другого человека. И поэтому мы не всегда относимся к ним хорошо. Мы можем позвонить в организацию, но опять-таки нам проще написать через чатик ВКонтакте или где-нибудь на формочке. Почему бы и да. Следующее, что мы с вами будем рассматривать, это такая важная вещь, как симметрия. То есть, если наш собеседник присылает смайлики или стикеры, мы, значит, тоже можем присылать ему смайлики или стикеры. Если он этого не делает, мы, соответственно, тоже не должны это делать. Потому что тогда это будет касаться странным, особенно в деловой переписке. Или когда вы пишете, я не знаю, там научному руководителю и вставляете смайлики, он не думает, что этому обрадуется. Так делать не надо. Следующее, это как раз-таки соблюдение личных границ. Почему соблюдение личных границ становится важным? По одной простой причине. Мы все в эру интернета, когда мы стали намного более доступны для других людей, стараемся сохранить тот кусочек своего личного, приватного при себе. То есть, мы жутко раздражаемся, когда нам пишут или звонят в не то время. То есть, у нас рабочий день закончен, а почему-то в 9 вечера кто-то присылает мне рабочее письмо с словами «посмотри». Да, конечно, возьму и посмотрю. Делать мне больше нечего в 9 вечера. Да, соответственно. Важно помнить, что у каждого человека свои личные границы. Кто-то, например, жаворонок, и он может читать письма с 6 утра до 6 вечера. Кто-то, например, сова, и он раньше 12 вам не ответит. Да, учитывайте это, когда будете общаться с другими людьми. Важно также экономить ресурсы. Да, то есть, опять-таки, мир быстрый, мир большой, информации еще больше, количество непросмотренных на Фейсбуке или ВКонтакте постов растет в геометрической прогрессии, а хочется все успеть и везде все сделать. Поэтому, если мы пишем голосовое, то мы пишем его очень быстро. Если мы звоним, то мы звоним только по делу. И, опять-таки, всегда стараемся как-то покороче сказать, что нам надо и зачем нам это надо. Собственно, важно помнить о мессенджерах. Почему? Потому что написать другу в мессенджерах это нормально. А вот написать уже научному руководителю в мессенджерах может быть странно. Да, он вряд ли это оценит. Мессенджеры воспринимаются нами как что-то свое, опять-таки, личное, да, относящееся вне работы. Мы можем переписываться там с друзьями, просылать друг другу интересные картиночки. Но мы не будем это делать для собственного руководителя. Опять-таки, если он не разрешил. Всегда лучше спросить разрешение. И последнее, что стоит помнить, это приватность. Да, мы не публикуем, что мы думаем, может нам повредить. Да, поэтому и даже треть всех работодателей в России, по данным Суперджоп, просматривает странички своих потенциальных кандидатов на какую-либо вакансию. Важно про это помнить еще почему. Потому что очень многие подростки в Америке, по данным Нью-Йоркер, они заводят себе две-три фейковые страницы, на которых они могут постить то, что им нравится, или там у них грустное настроение, у них есть для этого отдельный фейк, для веселого другой. А есть та страница, которая представляет их, потому что они уже понимают, что в будущем, потому что они размещают, будут оценивать их же. И при приеме на работу, и при общении с другими людьми. А здесь мы с вами переходим к очень, такой, я бы сказала, огнеопасной теме. Да, это тема cancel culture, так называемая культура отмены. Вообще, понятие на самом деле родилось только в 2019 году. Родилось в связи с большим количеством публикаций, которые были поддержаны в Твиттере, то есть в меньшей степени в Инстаграме, еще меньшей степени на Фейсбуке. Почти мы не видели их, естественно, ВКонтакте. Оно больше характерно cancel culture для американской культуры, для европейской культуры, в меньшей степени для русской, хотя и у нас есть один пример с Региной Тодоренко, когда человека, соответственно, исключают, пытаются отменить из-за того, что он что-то сделал, сказал, и не обязательно в этот данный конкретный момент. Да, мы не будем с вами рассматривать, что там произошло, но мы с вами посмотрим, почему Твиттер становится площадкой, на которой это может происходить. Почему именно так? Почему вообще зародилась cancel culture и как это стало возможным? Гвен Бувье со своими коллегами из Чжэцзянского университета провела несколько исследований на Твиттере, опираясь на исследования других специалистов мирового уровня, в том числе и немцы поучаствовали, и японцы поучаствовали, и даже Нидерландский университет поучаствовал вместе с Межуниверситетским центром исследований коммуникаций, и они выделили основные такие вот постулаты, почему Твиттер становится интересной и важной политической площадкой и социальной, и почему именно Твиттер не всегда становится важной с точки зрения социальной справедливости. Ну, во-первых, да, это количество символов, которые там есть. 280, да, то есть, ну, представляете себе, это смс-ка фактически, да, то есть, кто-то помнит старые времена, когда еще смс-ки писали с транслитерацией, чтобы больше влезло, вот это тот самый вариант. Но при таком количестве символов за одно сообщение могут опускаться важные детали, детали, которые создают настроение. Настроение это следующая важная вещь, это так называемые эффективные сообщества. От, это немецкий исследователь определил, что в Твиттере по большей части все сообщения эффективно заряжены. Они не несут целью продолжать дискуссию, они несут целью поделиться эмоциями. Да, и вот это вот вечные эмоции, они вызывают, естественно, эмоции у нас. Когда мы начинаем смотреть, а что там, а что там произошло, и мы заражаемся этими эмоциями, мы становимся все более и более эмоционирующими по тому поводу, который нас может даже напрямую не касаться. Важно помнить по социальной поддержке и социальное одобрение. Почему? Потому что социальное одобрение дает нам возможность почувствовать себя лучше, дает нам возможность почувствовать себя молодцами, хорошими ребятами, да, и поэтому очень многие сообщения в Твиттере, особенно на какие-то темы важные, темы политически важные, темы социально важные, высказываются с точки зрения того, чтобы получить определенную поддержку других людей, для того, чтобы получить или, получается, как, осознать себя, как молодца, да, как это говорят в русских интернетах, только я одна в белом пальто стою красивая. Вот про это создан даже термин специальный, рейтси сигналин, да, его употребил один журналист в 16-м году, описывая ситуацию, когда в интернетах компании, компании, то есть не простые даже люди, а компании заявляют о том, что они ведут себя правильно, что они ведут себя как молодцы, они поддерживают ту или иную структуру, они поддерживают то или иное течение, а на самом деле этого не делают. Да, то есть это такой вот сигнал о добродетели, который является ложным. Естественно, людей это возмущает, но тем не менее оно присутствует в мире. И об этом важно помнить, когда мы листаем свою, собственно, твиттерскую ленту. Еще одно важное, что делает твиттер, это создание ложного консенсуса. Почему ложного? Потому что твиттер подставляет нам людей, которые были бы нам интересны. Ну, как в целом это делать вообще сеть? Есть такое понятие, как сетевая гомофилия, когда человек с похожими для нас взглядами имеет возможность стать нашим другом больше, чем человек не похожий на нас. Ну, все логично, нам нравятся люди, которым нравится то же, что и мы. Но только если в реальности мы сталкиваемся с разными людьми, с людьми, у которых другие отличные взгляды, но они никак не противоречат нам. Или с людьми, с которыми, наоборот, интересно поспорить и выявить для себя что-то новое. Не менее важно помнить, что этот консенсус, который сетевая гомофилия нам предоставляет, ложный. И нам кажется, что если все вокруг нас одобряют, ну, значит, это действительно что-то стоящее. На самом деле нет. То есть, помимо тех людей, которые существуют в нашей лете, существует еще множество других людей, у которых могут быть разные точки зрения на разные проблемы. И самое последнее, что, но не по значению, что важно иметь в виду, это эфемерность характера твитов. Почему именно эфемерность? Потому что, как обычно смотрятся ленты социальных сетей и твиттера? Ну, мы стоим в очереди, мы себе листаем, листаем, прочитаем, ага, подели, и здесь пошли дальше. Соответственно, именно об этом и говорит Отто, когда исследуют твиттер и настроение, которые там царят. О том, что очень много людей, просто просматривая эту ленту, говорят, да, мне это нравится, делятся и забывают об этом. И они не чувствуют свой определенный вклад и так далее. Ну, я поделился, я сказал, что мне это нравится, да, как бы, но до реальных действий это не доходит. Так же, как не доходит это до того, что человек чувствует себя, например, если это жертва канцл-калча, да, или жертва каких-то социальных потрясений, не чувствует себя близким к ней, она находится где-то там, далеко, она у них не существует фактически. Относительно существования и мыслей. Важно помнить, что мы существа мыслящие, помнящие, разумные, да, и, естественно, все, что мы с вами сейчас обсудили, все, что мы с вами прочитали, на нас влияет. И даже то, что мы прочитали в интернете. Начнем с мышления. Да, соответственно, на самом деле это очень интересная вещь по одной простой причине, потому что наше мышление всегда меняется. От того, что мы прочитали, от того, что мы увидели, мы начинаем думать иначе. Но мы в университете учимся для того, чтобы думать иначе, думать как профессионалы. И это называется нейропластичность, то есть возможность мозга адаптироваться под различные условия. Соответственно, человеческий мозг даже сейчас, когда он смотрит ленту новостей, он листает ВКонтакте, он тоже адаптируется. Но почему он адаптируется? Потому что у него есть такая прекрасная вещь, как слишком много информации вокруг. Ему приходится адаптироваться под то, что мы потребляем. Помните, мы с вами говорили про дизайн? Вот это как раз-таки та самая история, когда мозг начинает отсеивать информацию, которая неудобна для восприятия. И здесь мы начинаем что-то терять. Например, большие тексты. Их читать не так уж и удобно. И смотреть их тоже не так уж и удобно. Да, поэтому проще найти какой-нибудь другой сайт, который нам расскажет о том, что нужно. Важно помнить о такой прекрасной вещи, как селективное визуальное восприятие. Почему она прекрасная? Потому что именно она позволяет вам найти ту самую кнопку скачать среди всего того огромного количества зеленых кнопок скачать, которые есть на разных сайтах. Вы точно знаете, куда жать. Вы точно понимаете, что вот эта огромная на пол экрана зеленая кнопка скорее всего не та, которая вам нужна. На самом деле очень хорошо это появляется у детей, у современных. И британский исследователь Гладуэл провел целый эксперимент. Он взял группу детей из детского сада средней группы, то есть это 4-5 лет, они такие маленькие, миленькие, разделил на две части. Соответственно, контрольная группа должна была просто посмотреть мультик, а группе экспериментальной включили тот же самый мультик и дали еще игрушку, которая была им интересна. И после того, как они посмотрели мультик, дети поиграли одновременно с просмотром мультика, Гладуэл и его команда стали опрашивать собственно детей, а что они видели. И оказалось, что и дети из контрольной группы, и дети экспериментальной группы одинаково запомнили содержание мультика и происходящих там событий. Они одинаково его рассказали, не потеряв каких-то важных сюжетных влияний и не потеряв целостной конвы. То есть дети, так же, как и мы, уже можем отвлечься на что-то, одновременно выполняя какую-то другую работу. То есть точно так же, когда у нас кто-то что-то говорит на фоне, а мы можем одновременно при этом писать или переписываться и запоминать, что происходит. Это то самое селективное визуальное восприятие. Однако, не все так хорошо, как кажется. Мозг в процессе оптимизации своей работы, естественно, начинает искажать то, что он видит. Когнитивные искажения существуют всегда, и это нормально, потому что наш мозг окружен огромным количеством всего, нами в том числе. Но есть два когнитивных искажения, которые касаются непосредственно сети. Первое это исследование профессоров Уорд и Вегнера касающихся транзактивной памяти, мы о ней с вами еще поговорим чуть позже. И они выявили, что люди, которые пользуются интернетом, они считают, что все знания интернета также относятся к ним. Ну, то есть, когда мы воспринимаем Google как своего партнера по транзактивной памяти, мы думаем, что то, что знает Google, знаю я. То есть, если я могу это загуглить, то, в принципе, я тоже это знаю. Это первое. Второе, что важно, так это то, что мы с вами начинаем думать, что интернет знает лучше, чем мы. тоже было проведено исследование Бетси-Спероу, это уже Колумбийский университет, но это также США, где они взяли группу людей, студентов, и посмотрели, опять-таки, разделили на две, контрольно-экспериментально, все как положено, чтобы одни прочитали текст, высказали свое мнение, другие сделали то же самое, но им разрешили, если что, пользоваться интернетом. То есть текст был академический, на какую-то тему важную, да, и вот люди, которые прочитали текст, у них начали спрашивать их мнение, начали говорить, что, типа, вот, вы правда так думаете, вы уверены в этом, вы сказали большую тревожность, и при этом они начали сомневаться, они начали говорить, ну, знаете, нет, наверное, нет. Да, несмотря на то, что они только что прочитали текст, они себе не доверяют, но вот экспериментальная группа, которая, собственно, была с, телефоном, они, посмотрев на телефон, сказали, да, 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 Они, если что, знают, что они могут загуглить, и в случае чего они могут перепроверить свое мнение, они могут перепроверить те знания, которые есть. Поэтому иногда, например, даже я замечаю за собой, что если за то, что я знаю, я все равно тоже лишний раз пойду проверю, потому что факт ченгизг в нашем мире, это очень важно, слишком важно. Кстати, о памяти. Помимо памяти у нас существует еще такая вещь, как восприятие. Сейчас мы будем говорить о любимом многим клиповом мышлении. Технически, технически с точки зрения центральной нервной системы, это не мышление, это восприятие. Я обожаю эту картинку, она прикольная, правда? Когда я смотрю на эти слова, я каждый раз думаю, что мне нужно повторять их себе почаще. По одной простой причине. Потому что Сократ жил в пятом веке до нашей эры, и он не знал, что такое негативное мышление, понятие, которое появилось только в 70-х годах прошлого века. Помните, я говорила про факт ченгизг? Да, это оно. Воспринимая в нашей ленте определенные картинки, мы не сильно задумываемся о том, а действительно ли оно там есть. А действительно ли мы с вами начинаем думать так, как мы думаем. Правда ли то, что мы видим? Правда ли то, что мы читаем? А не было ли у автора, который это писал, какой-то задней мысли о том, чтобы мы подумали как-то иначе? Собственно, здесь изменения восприятия касаются не только того, что у нас падает уровень критического мышления. У нас слишком много информации для того, чтобы воспринимать ее критически. Да, но и даже наша ЦНС под это подстраивается. При скроллинге ленты профессорами Карвардского университета под руководством Гэри Смолл, мы с вами еще поговорим об этой прекрасной следовательнице, было выявлено, что в процессе скроллинга люди задействуют не только центр восприятия чтения, они задействуют центры кратковременной памяти и принятия решений. То есть, когда мы скроем, мы с вами думаем, отлайкать, не отлайкать, нравится, не нравится. Да, это намного больше, чем про сочтение. А вот здесь уже мы говорим с вами о памяти. Почему память, это важно, и почему она меняется. Да, мы постоянно говорим, что у меня память, как у золотой рыбки, один круг по аквариуму и новая жизнь. Да, это связано опять-таки с большим количеством информации. Ну, и помните, мы с вами обсуждали трансактивную память исследования Андрея Уорд и Дэниела Вегнера. Та самая трансактивная память была еще, как выяснили, создана, да, по ней поднимался вопрос в 80-х годах. Тогда, собственно, тот же самый Дэниел Вегнер, будучи только более молодым, исследовал то, как управленческие команды и пары запоминают информацию. Оказалось, что люди, зная, что у них есть рядом человек, с которым они постоянно взаимодействуют, часть информации дают на откуп ему. Да, то есть я помню какую-то часть свою по проекту, он помнит про другую, этот помнит про третью, а мы все вместе знаем все про проект. То есть мы всегда знаем, к кому обратиться. Наш Google стал нашим партнером по трансактивной памяти. Мы теперь знаем, что он знает, и нам это не надо помнить. Зачем? Когда есть более приятные вещи, можно посмотреть видео с котиками, в конце концов. Но помимо этого, память меняется еще и потому, что мы меняем механизмы, которые мы используем для запоминания. Это уже наши ученые, да, впервые, может быть, да, Татьяна Городец исследовала как раз-таки память геймеров и память людей с большим интернет-стажем и детей. Там было большое, на самом деле, исследование и выяснилось, что, например, геймеры хуже запоминают информацию, киберспортсмены, потому что у них важнее восприятие и реакция. А, например, самые крутые ребята, которые больше всего запоминают, это студенты с интернет-стажем больше 10 лет. Собственно, исследователи предполагают, что можно получать это связано с тем, что студентам приходится много всего учить и много всего запоминать. Но самое важное, что они используют не долгосрочную память, а кратковременную и используют операциональные механизмы памяти для того, чтобы запоминать быстрее. Собственно, мы с вами переходим к играм. Да, по тех киберспортсменам, о которых я говорила. Почему игры становятся такими важными? Почему в нашем современном мире да, мы знаем очень много видеоигр, пример людей, которые стали благодаря этому богатыми, знаменитыми и так далее. Почему вообще появились видеоигры и как они влияют на нас? Вообще, видеоигры это достаточно старая история, да, то есть сейчас 80-х годов, люди искали как себя развлечь. Моя первая видеоигра появилась в 96-м году, мне было 3 года, играл мой папа, я наблюдала за тем, как он играл и всегда кричала ему сохранить, когда он убивал очередного монстра. Да, с тех пор, да, у меня тысячи, у самой наигранных часов в Стиме, но тем не менее важно другое, важно то, что в социальном плане игры стали определенные отдушины и возможности уйти из этого мира, который не нравится. Вы сейчас видите на слайде статистику, предоставленную в 17-м году по тому, как ведут себя подростки 14-15 лет в США из неблагополучных семей, и мы видим, что при том, как растет достаточно быстро и активно растет вовлеченность в видеоигры, падает при этом курение марихуаны, падает при этом алкоголизм, падает агрессивность и так далее. То есть, молодежь появилась, куда уйти и где реализовать свой потенциал, что-то сделать, узнать что-то новое, и при этом доказать самим себе, что они молодцы. Если мы посмотрим с вами на то, почему же люди играют в игры, почему это интересно, то мы наткнемся на достаточно большое количество теорий, которые в целом говорят, потому что у людей возникает интерес и мотивация. Хотя, благодаря теории самодетерминации иногда будет а-мотивация, то есть, когда люди просто делают что-то, не зная, почему они это делают. Кстати говоря, такой процент среди геймеров достаточно высокая, составляет 23%. Но поговорим о самой мотивации. Она бывает, естественно, экстернальная, бывает интернальная, то есть, внешняя и внутренняя. У геймеров она немного изменяется. Внешняя, например, мотивация исходит из того, что геймеры начинают стремиться к тому, чтобы показать свою компетентность, к тому, чтобы показать, насколько они молодцы. то есть, это хорошо видно, например, в выбивании платинового значка на PlayStation, да, или в том, чтобы собрать все достижения в Steam. В мобильных играх, в моба, в MMORPG, это, естественно, статус клана, статус на сервере, да, и так далее. Если мы говорим про внутреннюю, то важной становится возможность доказать, собственно, уже себе, то, что ты можешь с чем-то справляться, то, что ты можешь что-то делать. Важно помнить, что игры становятся действительно средством, из которого люди могут, получается, пережить какие-то не очень хорошие вещи, происходящие у них в реальной жизни. То есть, очень многие подростки, у которых, которые, собственно, играют, например, в MMORPG, находят там свою социальную группу, из которой они были фактически вытеснены в реальности. Да, это начинается, игры становятся уже компенсаторным механизмом. Помните, мы с вами говорили про цифровой аутизм? Вот в крайних случаях он может исходить как раз-таки из игровой зависимости. Гэри Смул уже, как вы помните, достаточно большой исследователь, рассказывал не только о памяти, но и о том, как видеоигры вообще влияют на мозг. У него даже книга про это вышла, «Электронный мозг». И, соответственно, он вместе с другими коллегами провел большое исследование, в котором выявил, что в целом игры не так уж и плохо влияют на мозг, если не считать того, что человек станет менее эмпатичным. Да, потому что сочувствовать двухмерным изображениям можно, конечно, но не так сильно, как реальным людям. И при этом ухудшаются центры памяти. То есть, мы поиграли, забыли, сдали квесты, забыли, но у нас улучшается восприятие визуальных объектов, у нас улучшается пространственное мышление, навыки исполнительской деятельности. Кто играл в квесты, да. И при этом мы помним, что самая большая опасность, которая втаит в себе видеоигры, и самый большой минус их, это средство для эскапизма. То есть, если у нас все плохо в жизни, мы стремимся не изменить ее, а уйти туда, где хорошо. И это уже неправильно. Если мы с вами будем говорить о том, как же все-таки повлияла на нас цифра, то я бы назвала это словом двояко. С одной стороны, хорошо, мы много общаемся, мы постоянно в сети, мы имеем доступ к огромному количеству информации, мы можем найти по одной фразе, говорил ли этот человек это или нет. Мы можем узнать все новости моментально, мы можем учиться дистанционно. Но мы начинаем терять свою человечность, мы начинаем терять эмпатию, мы хуже помним и хуже коммуницируем в реальности, пытаясь отгородиться друг от друга. Тем не менее, если мы с вами каждый будет решать для себя хорошо это или плохо, то только нам выбирать, станет ли цифра влиять на нас исключительно плохо или исключительно хорошо. Я надеюсь, что всем было интересно и всем было понятно и увидимся в будущих лекциях. Да. Марина Сергеевна, спасибо большое за интереснейшую лекцию. Первый вопрос. Ближе. Как вы считаете, а вообще возможно ли победить свое негативное мышление или это что-то из области фантастики? Знаете, я бы сказала, что не можешь победить присоединяйся, а лучше всего возглавь. Иногда негативное мышление нам нужно, потому что оно позволяет нам прожить те эмоции, которые мы испытываем. Не отказываться из-за них, из-за того, что мы всегда должны быть позитивны и веселы. Нет, человек не может быть всегда позитивным и веселым. Мы можем думать негативно, потому что тогда мы мыслим более детально, мы пытаемся продумать все возможные варианты развития событий. Но важно помнить, что это негативное мышление не должно закрывать нам одной мир. Что мир всегда больше, чем то, что мы думаем о нем прямо сейчас. Так, следующий вопрос. Вот посмотрим реалии нашего времени. Вот сегодняшний дистант. Как вам кажется, каким образом он скажется на успехах учащихся? Это такой вопрос, конечно, да. На самом деле глобальный. И я, естественно, мониторю эту тему, потому что, например, уже Юнисеф заявляет о том, что будут большие потери в будущей экономике из-за того, что был дистант. Там, вплоть до того, что в ПИЗе, то есть в исследовании ПИЗа, упадет где-то на 7% в среднем общее количество баллов у детей, потому что был дистант. При этом я вижу среди других преподавателей, что многие говорят, что это возможность для развития и для ребенка, и для детей. Родители жалуются, дети то жалуются, то не жалуются. Я все-таки думаю, что если мы будем подходить к этому с позиции и вообще к образованию, с позиции того, что это нужно нам, с позиции внутренней мотивации, не внешней, что нас заставляет, а внутренней, то дистант дает интересные возможности для самообразования, для развития, для того, чтобы погрузиться в тему глубже. У нас есть огромное количество информации, которую мы можем дать детям в интересном формате. Так почему бы это не использовать сейчас? Спасибо. Еще вопрос. Нужно ли применять в образовании геймификацию или ее стоит оставить только непосредственно для игр? У вас все вопросы очень интересны. На самом деле геймификация, вот как геймер скажу, да, это интересно, но не всегда хорошо. Почему? Потому что за тем, если мы будем говорить о студентах или школьниках, да, то за этой игрой может скрыться самый главный смысл образования, да, научиться чему-то, стать компетентным, да, если мы говорим про современный в голос. И геймификация хороша в плане того, чтобы разнообразить образование, разнообразить подход, подстегнуть мотивацию, когда мы видим, что она падает или она на нуле, но использовать ее постоянно я бы не стала, я бы не рекомендовала это делать. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, нужно ли ограничивать потребление смартфонов? У кого? У детей? У взрослых? Ну, скорее всего, наверное, у детей. Если смотреть с точки зрения нейропсихологов, нейрофизиологов, то да, стоит. Если смотреть с точки зрения воспитателей, то да, стоит. И вообще, скорее всего, да, стоит. Особенно у маленьких детей, потому что реальный мир важен тем, что есть вещи, с которыми мы должны научиться справляться. И если в интернете мы можем просто заблокировать человека, который нам не нравится, то в реальности мы этого сделать не сможем. Мы не сможем просто взять, развернуться и уйти. И поэтому важно помнить, что в интернете есть своя социальная жизнь и у ребенка, у него есть свой круг общения, и это нужно уважать. Но интернетом не должна заканчиваться вся его жизнь. А у взрослых? Взрослые? Взрослые уже взрослые, а потому должны понимать, что существует такая вещь, как цифровой детокс. Да, когда мы говорим, так, ребята, все, я отключаю телефон, я отключаю комп и иду гулять. Да, и никто меня не трогает, потому что я ушел гулять. На самом деле, это позволяет разгрузить действительно мозги в том плане, что огромное количество информации, естественно, притупляет наше мышление, притупляет внимание, концентрацию внимания, и нам тоже нужно отдыхать от таких социальных контактов, которые мы вынуждены иногда поддерживать постоянно. Да, когда нам звонят на протяжении всего целого дня, естественно, наше желание, это тишина. И я бы рекомендовала взрослым хотя бы раз в неделю, ну, действительно, устраивая себе пару часов на то, чтобы побыть в компании любимых друзей, любимой собаки, книжечки, чего угодно, не связанного с интернетом. Всё, спасибо, вопросов больше нет. Спасибо.